21 ноября 2019 года в издательском доме аргументы и факты состоялась конференция повышения роли отраслевых и профильных объединений в процессе формирования единого цифрового каталога промышленной продукции, услуг, и его применение в государственном и негосударственном секторах экономики. Проект реализуется в рамках программы развития гражданского общества от способностей человека к эффективной экономике. В наших репортажах мы посмотрим с вами самые интересные выступления на конференции. Продолжение следует... Сейчас коротко, чтобы не таким сухим языком, немножко на примерах хотел бы рассказать. Ассоциация поставила себе одну такую простую, но амбициозную цель – снижение общего уровня износа трубопроводных систем в стране. Задачи, которыми это можно реализовать, мы все очень просто оценили. Первое – это, собственно говоря, привлечение внимания государства к тому, что творится общими фондами с износом трубопроводных систем, под нашим подземным царствием. И нам это удалось сделать уже, как мы видим, без нашей помощи нацпроекты, но с нашей помощью инициирована программа 60+, это сети изношенные на 60% и более, и с 2020 года по 2024 будет дополнительно 360 миллиардов рублей только в сети. Вода, канализация и тепло. Это мы считаем огромной заслугой. Отрасль трубопроводных систем давно не видела подобных средств, даже близко не видела. И для того, чтобы как раз это все не было потрачено ни на то, ни разворованно, или на фальсифицированную продукцию не потрачено, то есть пустую, а может быть даже во вред, мы как раз вторую задачу поставили себе ликвидации – явление фальсификата и контрафакта. Ну, также необходимо создавать условия для того, чтобы проектирование было уже с учетом стоимости затрат жизненного цикла, бим-проектирования, да, а для того, чтобы все эти три задачи выполнялись, нам необходимо использовать механизмы изменения нормативно-технической нормативно-правовой документации. То есть это очень довольно просто. Немножко о том, что у нас с ценовообразованием, с тарифами в системе ЖКХ. Всего доходы со всех платежек и с населения, и с бизнеса водоканалы получают 400 миллиардов рублей. А как мы видим, три статьи затрат – это вот то, что самое официальное, по данным Росстата мы посчитали. То есть 75 миллиардов – это просто утечки воды. То есть чистой воды, хорошо подготовленной, и это утекать в землю. 38 – это потом эти утечки, возвращаясь через дырявые трубопроводы обратно в сети ночные сооружения, и мы их чистим за свой счет. То есть это через дырявые железобетонные, как правило, железные бетонные трубы, колодцы возвращаются. Ну и еще аварии, устранение аварий. Это самые простые, самые низкие. И получается одна треть – это издержки из этих сумм. То есть, соответственно, одна треть доходов теряется. Поэтому, когда нам, господа из ФАС, говорят, что мы переплачиваем, они правы, по сути, да? Но это тот уровень износа, который приходится, тем не менее, восполнять. Потому что мы обязаны, как жители, платить за это. Тенденция по последней, тоже данные Росстата, собственно говоря, за последние годы, как быстро меняются трубопроводы. Если мы в теплоснабжении видим, что это примерно 2% труб сейчас меняется, да? То есть, при необходимом показателе, хотя бы 4% должно быть нормировано. То есть, за 25 лет, при сроке службы, за 4% труб за 25 лет должны поменяться все 100%, потому что 25 лет срок службы труб в теплоснабжении. В канализации 0,4%, то есть в 10 раз меньше. И это все последние годы. Валетснабжение 1%. То есть, мы катастрофически теряем качество основных фондов трубопроводов, да? То есть, вот как раз для этого, то есть для того, чтобы преломить эту ситуацию, нужно финансирование. Для того, чтобы финансирование было успешным, нужно контролировать деньги, потраченные были правильно. Для этого нужно действительно правильно проектировать качественную продукцию с большим сроком службы. И следить за тем, чтобы она была качественно смонтирована и хорошо эксплуатирована. Вот эти три проблемы, они такие, такой замкнутый круг имеют. То есть, износ накопленный, аварии, инфильтрация с утечками и поставка фальсификаторов. Для того, чтобы успешно сопротивляться всем этим проблемам, на самом деле, необходимо, естественно, вводить до рыночной контроля. Об этом уже было сказано. Но до рыночной контроля не только сертификация ради сертификации. Сертификация как таковая никому не нужна. Она должна хорошо работать, предупреждать некачественную продукцию. А самое главное, она вводит надзор и контроль. Потому что та продукция, которая по добровольной сертификации сертифицируется, то есть она, как правило, никем не контролируется, по большей части. Потому что добровольная система сертификации 3500, я не говорю, что, конечно, есть неплохие добровольные сертификации. Мы слышим халяльный продукт, кошерный продукт. мы слышим иногда там в стройке системы сертификации, там интергассет, еще что-то, я не хочу ничего хорошего и плохого, но есть те, которые работают с системой сертификации, есть множество, которых не работают. Но вот обязательная система сертификации, почему мы больше всего ратуем за нее, она вводит контрольный надзор в части госорганов, то есть Росстандарта, Роспотребнадзора, Росттефнадзора за качеством продукции, в нашем случае стройматериал. И, конечно, нам нужен общественный контроль, роль которого, на самом деле, сейчас сильно недооценена, а мы и ассоциации, которые здесь, мы тоже, в общем, я думаю, себя видят как общественный контроль. Что мы делаем? Мы уже за последние несколько лет, как ассоциация, просто выявили более тысячи случаев поставки фальсифицированной продукции, то есть все это размещаем на сайтах, и каждый физлицо, либо юрлицо, можно зайти и посмотреть, а что, какая репутация у того или иного производителя, поставщика продукции, что с ним было, да, какая у него, за ним история. То есть сейчас это очень уже неплохо работает, и водоканалов, и газовых распределительных организаций, внимательно следят за тем, какова репутация производителя. Этот опыт, кстати, он американский, не стоит его стесняться. Наша ассоциация также является членом нескольких АТК, участвует у этого активно в работе. Чтобы замкнуть, как бы, да, то есть о чем мы говорим сейчас? Мы говорим о стандартизации, это разработки ГОСТов. Мы говорим о техрегулированной, разработке тех регламентов и их правоприменения, чтобы эти ГОСТы были обязательными, не просто потому что мы хотим очень разрабатывать эти ГОСТы. Мы говорим об обязательной добровольной сертификации, декларации. Об обязательной маркировке, обязательной дополнительной маркировке, да, То есть это все системы цифровой экономики, системы цифровизации, то есть для того, чтобы каждый продукт был не только как-то отмечен, но и внесен в единую базу данных, прослеживать его движение по всей товарной цепи и контролировать, где он выбыл из оборота, где он появился в оборот. То есть это все важно. Если мы говорим про ИНН, это вопрос этапа проектирования. На каком языке между собой говорят проектировщик, заказчик, производитель, технический заказчик и потребитель? Вот все, когда это в едином цифровом пространстве, это сложнее замусолить. Ну и, соответственно, сейчас, как я сказал, уже взаимодействие к конкретным объектам необходимо. Все это, как истина, она конкретная, и, опробовав все это дело на Земле, необходимо, конечно, вводить это все в нормативно-правовое поле. Мы поддерживаем систему ИНН, мы поддерживаем биомоделирование и считаем, что проектировать необходимо только с учетом стоимости жительного цикла. То есть, может быть, даже и подороже, но на срок службы 100 лет. То есть, на 10% подороже, чем на 10% подешевле, но на срок службы в 10 лет с затратами на эксплуатацию, десятикратно превышающими предыдущие, первое решение. Вот эти вещи необходимо учитывать. Международная практика к этому уже пришла и давно использует. Советская практика, это все учитывалось, так называемый термин приведенный затрат, и он у нас был не просто так, и он не просто так работал. Единственное, что там проще было все это учитывать, потому что номенклатурная группа была в существенно, в десятки раз меньше. Качество этих номенклатурных групп и соответствие продуктам, их требованиям контролировалось на уровне лабораторий, огромное количество научных лабораторий и исследовательских центров. Просто так невозможно было ввести какой-то непонятный продукт. Наказание за производство фальсифицированного продукта было уголовное. То есть, требования ГОСТа были очень конкретны. Поэтому, наверное, нам надо и тот опыт советский как-то учитывать, и международный опыт, в том числе обедпанский период репутации, это тоже важный опыт, учитывать и двигаться в направлении по цифровому будущему. Спасибо.